Продолжение следует... Дорогие друзья, добрый день! Собираемся у парка Шевченко. Дозначенное время 12 часов. Собираются люди на наш марш. И ходу, который состоится и начнется с парка Шевченко до Михайловской площади. Петр Алексеевич Порошенко сегодня нам устроил сюрприз. Значит, методы борьбы против собственного народа все более и более усовершенствуются. Они решили препятствовать людям, которые добираются на метро, прийти к нам на марш. И несколько станций метро под предлогом, что якобы они заминированы, просто не останавливается поезд и идет дальше на другую станцию. Не открываются двери поездов. Ну, наверное, не существует хужего и издевательства над собственными людьми. На четвертой годовщине трагических событий, где те же самые люди, которые сегодня стоят и приходят, отдавали свою жизнь и стояли там. Поэтому вот такой цинизм мы, наверное, все-таки подождем чуть-чуть, перенесем время и начнем ходу чуть-чуть позже, подождем всех, чтобы все-таки они имели возможность добраться. То есть, если до этого оглушили связь, не давали возможность ставить цену, рассылали всем смс-ки, что хода и марш отменяются, что оно состоится в другое время, в другое место и так далее. Этим занимаются в основном СБУ. Сейчас решили перейти на поле радикальные действия, поскольку боятся всех вас. И решили заблокировать станции метро. То есть, все центральные станции метро, которые расположены вокруг парка Шевченко, они фактически заблокированы в связи с якобы историей заминирования. То же самое, что повторялось на шагинях. Вы помните эту фейковую историю в связи с заминированием переходного пункта? Вот сейчас повторяется в центре Киева. Поэтому мы вас все равно будем ждать. Мы собираемся уже в парков Шевченко. Назначенное время. Но будем ждать, пока народ соберется. Спасибо всем вам. Прошу максимально перепостить это видео, поскольку большая часть наших... И написать на своих фейсбук страничках, что мы, несмотря на провокацию и саботаж со стороны власти, все равно будем ждать и потом начинать вместе совместную ходу. Спасибо всем. Сейчас уже двинемся. Посмотрим, что происходит. Люди собираются. Пам Микола, скажите пару слов, пожалуйста. Сегодня наступный день проведения маршу, маршу за майбутнё. Маршу проти узурпации и влади. И влада, против которой народ хочет висловить свое слово, использует новые методы. Методы перекрытия станций метро. Методи залякувания, методи поширения информации неправдивой щодо митингу. Но мы все это проходили. И люди ставятся до этого с пониманием. Люди снова придут, и снова марш будет происходить. Люди снова покажут свое ставление до того, что происходит. И свое прагнение до лучшего будущего. Как обычно, постоянно собираются люди, постепенно, до начала нашей ходы. Не сказал бы, что прямо так холодно. Нормальная температура, такой легенький снежок. Поэтому ждем всех вас. Прошу максимальный репост этого видео, поскольку люди будут добираться пешком. Доброго дня. Люди будут добираться пешком, несмотря на блокаду. Несмотря на блокаду станции метро. Мы все равно вас всех будем ждать. Доброго дня. Привет, Тарик. Петр Алексеевич думает, что это марш только связанный с фактором Саакашвили, что в выдворе в Саакашвили и страны недовольные люди перестанут собираться и требовать лучшей жизни. Мы сегодня ему докажем, что он глубоко заблуждается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.